Начнем наш разговор о силах. Силы обозначаются буквой F и сила. Обычно с стрелочкой это значит, что это векторная величина. То есть у нее есть величина, сила может быть какой-то величины, такой, такой. И у нее есть направление. Например, вот эта сила и эта сила. Они могут быть равны по величине, но они разные по направлению. Поэтому это две разные силы. И измеряются силы в ньютонах, буква N. Значит, смотрите. Самое главное, что нужно понять, зачем нужны силы? Для того, чтобы изменять движение тела. Тело, на которое не действует ни одна сила, никакие силы на него не действуют. Оно или стоит на месте, или движется с равномерной скоростью. Вот нужно понять, что силы, они изменяют скорость движения тела. Или заставляют его двигаться. Здесь можно сказать, V равно 0, когда оно стоит на месте. Соответственно, заставляя тело двигаться, вы изменяете его скорость. Поэтому, можно сказать, просто силы изменяют скорость движения тела. Это очень важно понять эту разницу. Потому что сейчас мы смотрим на формулу, которая описывается. Сила F равно M умножить на A. Масса умножить на ускорение. Вы видите, что в формуле силы не появляется скорости. Потому что то, что изменяет скорость, это ускорение. Вот это как бы концептуальная вещь, которая стоит за силами. Силы изменяют скорость движения тела. Если на тело не действуют никакие силы, или сумма сил равна нулю, потому что сила это векторное ощущение. Это векторное ощущение. Я силы буду синеньким рисовать. У вас может быть тело, на которое действует одна сила в эту сторону, и другая такая же сила в эту сторону. Оно будет стоять на месте. Так вот, если сумма сил равна нулю, или ни одна сила не действует на тело, то оно будет двигаться так же, как оно двигалось, с той же самой скоростью. Или же оно будет стоять на месте так же, как оно стояло на месте. Самое главное, силы изменяют скорость. Это первая тема. Продолжение следует...